Нет детей больных, есть заболевшие. Под таким девизом возобновило работу отделение детской консультации Инзинской районной больницы. Здание 1957 года постройки пережило капитальный ремонт. Мы выбрали вот такую вот концепцию, чтобы детки не боялись прихода в детскую консультацию, потому что детки болеют. И мы создали и детский сад, но постарались и аппликации, и стенды красивые. И видим, что дети обращают на это внимание и не так пугаются при виде врача. Кроме светлых стен, мультипликационных панно и яркой мебели, отделение оборудовали умной навигацией. Теперь в поликлинике сразу два входа. Инициатива позволила разделить поток деток здоровых и заболевших. Сориентироваться юным пациентам и их родителям поможет белый АЭС. Пёстрый указатель на углу здания появился силами местных предпринимателей. А вот реализовать идеи организационно-планировочных мероприятий внутри поликлиники удалось за счёт нацпроекта здравоохранения. Для мамочек с грудничками обустроили зону для кормления и пеленания. Для детишек постарше установили качели и телевизоры. Появилась и открытая регистратура. Ну, конечно, то, что было раньше, это было удручающе. То, что было всё серое, света было, конечно, недостаточно. Кабинеты были, ну, не располагали. Поход в больницу был достаточно проблематичен. Ну, а сейчас заходишь, сердце радуется, всё тепло. И на сердце теплее, и врачи встречают по-другому. Молодым педиатром в Индзинскую поликлинику Ирина Лежнёва пришла почти 40 лет назад. Говорит, первый и единственный ремонт эти стены видели в 2004-м. Приёмку капитально отремонтированного отделения в текущем году Ирина Васильевна провела в статусе заведующей. К процедуре оценки проведённых работ родного здания подошла с особой ответственностью. Конечно, здесь было очень, не совсем было комфортно. Серые стены, недостаточная освещенность. Ну, и как бы неуютно была поликлиника. Сейчас вот после ремонта, вы сами видите, прекрасные яркие тона у стен. Ну, естественно, вся навигация очень красивая. Созданы все условия для работы доктора и для пациентов. На проведение ремонтных работ выделили порядка трёх миллионов рублей. Ещё 3 миллиона потратили на покупку высококвалифицированного медицинского оборудования. От 10 до 25 маленьких пациентов в день могут пройти обследование на новом аппарате ультразвуковой диагностики. Средняя продолжительность такого приёма доходит до 60 минут. Процедура комплексная. За один приём врач может изучить параметры головного мозга малыша, а также состояние органов брюшной полости и почек. Здесь, конечно, другое видение. Визуализация лучше. Мы можем посмотреть кровоток, оценить его адекватно. На этом аппарате можно, конечно, и беременных смотреть, но предназначен для детской поликлиники, поэтому смотрим детей только. Всего в рамках нацпроекта в 2020 году планируется построить 6 новых районных модульных ФАПов и один офис врача общей практики. Яна Федорищева, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова